Привет! Не секрет, что гиря один из самых популярных спортивных снарядов у нас в стране. Существует огромное количество примеров гиревиков-любителей, которые достигли удивительных результатов в поднятии гири огромных весов. Но если вы не спортсмен-гиревик, то шанс, что вы будете поднимать гирю правильно, очень-очень мал. А это необыкновенно важно и для ваших результатов, улучшения результатов, и для уменьшения травмоопасности работы с гирей. Поэтому сейчас мы разберем правильный способ поднятия гири. Итак, самая большая ошибка при работе с гирей, а именно при поднятии гири вверх, это способ ее удержания. Обратите внимание, сейчас я держу неправильно. Кисть у нас работает на излом, гиря давит. Вот здесь кисть напряжена. Так долго мы не протянем. Если даже мы не получим травму, то кисть очень быстро устанет, и нам придется гирю опустить. Особенно, если тяжелая гиря это, и если мы работаем с ней многократно. Ну а теперь посмотрим, как же держать гирю правильно. Мы делаем просов, кисти в дужку. Так что гиря опирается на руку в трех точках. Около пальца, вот здесь и вот здесь. И идет по диагонали ладони. Обратите внимание, что рука идет абсолютно, вот эта линия абсолютно прямая. Кисть не работает на излом. Гиря давит своим весом на параллельно к главной кости нашей. Никаким образом не ломает кисть. Пальцы абсолютно свободные. Мне не хватает гирю вот так, не держат, не зажат их. А пальцы абсолютно свободные. Вот они, я могу ими шевелить. И могу совершенно спокойно теперь поднимать гирю много-много раз. И единственное, что будет меня ограничивать в моих подъемах, это моя сила, сила моих мышц, сила моего тела. Но не боль, которая будет возникать, если мы будем неправильно держать гирю. Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ удержания нуждается в некоторой тренировке. И у многих вызывает затруднения. Поэтому сейчас мы рассмотрим, как можно натренировать, как можно быстрее вот этот способ и привыкнуть к нему. И делать все время просов правильно так, чтобы гиря оказывалась в нужном положении. Итак, сначала отработаем технику просовой руки в ручку гирю. Для этого поставим гирю где-нибудь в удобном месте. Даже можно присесть. И медленно сначала сделать просов, проконтролировав все точки соприкосновения. Обратите внимание, душка идет по диагонали к ладони. Теперь будем делать просов достаточно быстро, пока не почувствуем уверенность и одинаковое воспроизведение положения. Следующее упражнение будет научиться брать гирю на грудь с правильным положением руки в дужке. Для этого мы, помогая свободной рукой, делаем мах, помогая свободной рукой придерживаем, делаем просов и кладем руку в положение на грудь. Затем это упражнение добиваемся более, чтобы оно уже более естественно получалось. Все время контролируем вот это положение, вот эту линию руки. Три точки соприкосновения. Проверяем, насколько свободны пальцы. Когда у нас это получается хорошо, уже упражнение, убираем свободную руку, перестаем ей помогать и стараемся добиться того же самого без руки. Каждый раз, когда гиря окажется на груди, все время контролируйте вот это положение. Если видите, что оно недостаточно комфортно, то верните эту свободную руку, помощь ее и опять добейтесь комфортного положения. И в момент, когда она летит, существует ограниченное время, когда мы можем сделать просов. Поэтому просов должен идти достаточно агрессивно. Вот так. Следующее и заключительное упражнение – это тренировка просова в динамике. Начинаем мы, как уже научились, для того, чтобы гирю поставить на грудь. Затем наша задача – уметь просунуть гирю вот здесь, в этом месте, чтобы совершить качественный ревок. Вот здесь просунуть сразу сложно. Значит, для того, чтобы это сделать хорошо, мы постепенно поднимаем руку все выше и выше, при этом каждый раз достигая хорошего удержания гиря в конце. И вот наш заключительный рывок. Обратите внимание на руку, на то, как гиря лежит идеально. Прямая линия, три точки, 45 градусов по отношению к ладони. Вот это то, что вам надо научиться делать. Всегда проверяйте, насколько свободно кисть лежит в дужке и не заламывается ли она. Надеюсь, это будет вам полезно. Особенно тем, кто занимается с очень тяжелыми гирями. Вы сохраните кисть и улучшите свои результаты. Всего хорошего. До следующих встреч.